МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа ТОЧКИ НА ТЫ. Здравствуйте. А главные события в неделе, какими их увидели наши корреспонденты? Масштабная пресс-конференция. На вопросы журналистов ответил Владимир Путин. Какие громкие заявления сделал президент страны? Четыре года лишения свободы. Суд Центрального района города Тольятти вынес приговор главе сельского поселения Александровка. Бюджет развития или какие изменения в главном финансовом документе области помогут выйти региону на новый уровень? Межнациональные отношения, вопрос острый, как в Приволжском федеральном округе, в том числе в Самарской области, решают проблему. На этой неделе в Москве состоялась крупнейшая уже девятая по счету пресс-конференция. В четверг президент Владимир Путин встретился с журналистами со всего мира. Диалог первого лица государства с корреспондентами уже стал традиционным. Аккредитация была объявлена в конце прошлого месяца в списках порядка полутора тысяч человек. Среди них была и наша съемочная группа. И так, четыре часа о главном вопросах президенту касались абсолютно разных сфер жизни страны. От внешнеполитических отношений до предстоящей амнистии, посвященной 20-летию Конституции. Кстати, о последнем. Эту новость активно обсуждают сейчас в федеральных СМИ. Владимир Путин по окончании пресс-конференции сообщил, что экс-глава компании ЮКОС написал прошение о помиловании. И буквально на следующий день, то есть в минувшую пятницу, после 10 лет лишения свободы, Михаил Ходорковский освобожден из-под стражи. О том, какие еще важные заявления сделал глава федерации, о самом мероприятии расскажет Анна Архипова. Региональные журналисты начали съезжаться в столицу за два дня до начала самой глобальной пресс-конференции. Возможность лично поприсутствовать на встрече с президентом манит окулпера и мастеров слова. И если в 2001 году в диалог с главой государства вступили всего лишь 400 корреспондентов, то на этот раз в списках порядка 1370 человек. Делегации Самарской области представлено 15 журналистами. На улице еще не расцвело, а представители СМИ, как российских, так и зарубежных, с сумками и кофрами подтягиваются к месту сбора. На часах 8.15. 12 микроавтобусов за три минуты довозят телевизионщиков и газетчиков в центр международной торговли, где ровно в полдень и должна состояться встреча с первым лицом федерации. Внутреннее строение каждой камеры на мониторе, как на ладони. Получив аккредитацию и пройдя тщательный досмотр, участники пресс-конференции последние минуты перед встречей проводят в суете и выступают в непривычной для себя роли. Тот, кто задает вопросы, встает перед камерой и делится своими планами и ожиданиями с коллегами. Подъем уровня Чебоксарского водохранилища. И, естественно, для нас очень важный вопрос. Это третий мультиплекс. Мы хотим нарисовать небольшой плакатик системой нашего вопроса и будем поднимать как можно выше. То есть пока ничего с собой не привезли? Нет, специально какого-то там коллажика, знаете, ничего такого не рисовали. Сейчас будем на коленочке что-то делать. Как выделиться и привлечь к себе внимание президента? Этот вопрос, над которыми ломали головы в региональных редакциях. В ход идут транспаранты, головные уборы, мягкие игрушки. Объявлена пятиминутная готовность. Корреспондентов попросили занять свои места. Ровно в полдень в зал в центре международной торговли вошел глава государства. Традиционную беседу с корреспондентами Владимир Путин предварил кратким обзором социально-экономической обстановки в 2013-м. Надо отметить, что сельское хозяйство, труженики села, конечно, серьезно помогли в целом экономике, потому что в прошлом году, как вы знаете, был минус почти 5%, в этом году плюс 6,8%. На фоне известных сложностей в промышленном секторе сельское хозяйство, конечно, общее ВВП вытаскивает. Ровно через три минуты глава государства предложил перейти к обмену мнениями и прямой дискуссии. И если первый вопрос касался сложной политической обстановки в Украине, то второй затронул нашумевшую проблему в банковском сегменте рынка. Президент отметил, что все меры были направлены на оздоровление важного для страны финансового сектора экономики. Понятно, что несостоятельные финансовые учреждения, которые не могут гарантировать сохранность денег своим вкладчикам, не могут эффективно работать с имеющимися у них ресурсами и подвергают риску весь сектор, чрезвычайно важный сектор нашей экономики, они должны с рынка уходить. Напомню, что в соответствии с законом у нас гарантийная сумма, которая покрывается вот этим фондом, составляет 700 тысяч рублей. Все остальные тоже должны получать возмещение, но в порядке очередности в ходе санации банка или ликвидации окончательной. В числе банков, которые по разным причинам лишились лицензии за последнее время, и два самарских – Волгокамский и Волжский социальный. Сейчас в 63-м регионе ситуация с кредитными учреждениями стабилизировалась. Поводов для беспокойства у самарцев нет. Ранее на брифинге об этом говорил глава региона Николай Меркушкин. После проверки Центробанка России замечаний к работе других региональных финансовых учреждений нет. Президент также отметил, что агентство по страхованию вкладов располагает без малого 300 миллиардами рублей, а выплачено за прошлые годы порядка 180 миллиардов. Это свидетельствует о том, что все получат свои деньги в полном объеме. Недавно принято решение, согласно которому агентство по страхованию вкладов имеет в возможности право брать соответствующие суммы кредиты в Банке России сроком на 5 лет. Что в целом эту систему страхования делает более прочной, устойчивой и надежной. Также поднимались и вопросы, связанные с системой местного самоуправления. По мнению Владимира Путина, городоначальники должны больше уделять времени работе с населением. Как раз с этой темы начал свое послание президент к федеральному собранию. Пока назвать работу в полной мере эффективной нельзя. Цитата. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Власть на местах должна быть сильной, независимой и финансово состоятельной. Город там полтора миллиона человек. Но рядовой гражданин разве может добраться до начальства? Но это уже такой квази-государственный уровень управления. Руководители муниципалитетов должны быть такими людьми, которых граждане знают. Знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию по развитию своего поселка или города. И иметь возможность добиваться реализации этой позиции. И, кстати, совсем не обязательно на улицы выходить. Но прямое общение нужно граждан с муниципалитетами, с руководителями муниципалитетов. Вот это чрезвычайно важно. Не оставили и без внимания вопросы развития регионов, внедряющих инновационные производства. В Самарской области реализуется сразу несколько подобных проектов. Технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти. На сегодняшний день он насчитывает 45 резидентов с проектами в сфере IT-технологий, транспорта, энергосбережения, химии. Еще одна площадка – индустриальный парк «Преображенко», строительство которого началось относительно недавно. Он располагается в Овском районе региона, вблизи южной границы областного центра. Это дополнительные рабочие места и доходы в областную казну. Увеличение объемов высокотехнологичной продукции, повышение конкурентоспособности территориально-отраслевых кластеров. Будем создавать вот эти технопарки дополнительно. Будем компенсировать затраты региональных властей на создание инфраструктуры. Будем дальше поддерживать малый и средний бизнес в регионах. Прежде всего это касается, конечно, производственного малого и среднего бизнеса. Задать свои вопросы всем так и не удалось. Примерно 50 человек из тысячи. Разговор длился более четырех часов. Новый виток развития или как сделать регион более привлекательным. Николай Меркушкин провел совещание, посвященное принципиальным изменениям параметров регионального бюджета. Во встрече приняли участие все министры областного правительства и руководство губернанской думы. Глава региона предложил увеличить расходы консолидированного бюджета на ближайшие три года на 14,5 миллиардов рублей. Это означает больше инфраструктурных проектов, строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, спорта. То есть мощный толчок для развития. При этом областное правительство берет на себя обязательство найти дополнительные доходы. Деньги к деньгам. Этот принцип работает и сейчас. Не секрет, что инвесторы крупной компании, в том числе и иностранные, приходят именно в развитые регионы. То есть к тем, кто постоянно двигается вперед, строит объекты, делает условия более комфортными для проживания. Логично, что нет интереса к аутсайдерам, лишь к победителям. Вот как раз это, если простыми словами, предлагает учесть губернатор Николай Меркушкин. Для роста необходимо принципиально изменить бюджет. Мы можем еще раз, условно, остановиться и делать на тех деньгах, тем бюджетом, и ждать лучших времен. Но я хочу сказать, в этих лучших времен, где должны дадутся, в этих лучших времен, другие, те, которые за это время подтянут инфраструктуру, подтянут другие вещи, там, может быть, и появятся дополнительные деньги. А так, ничего не нет, то есть ждать моря погоды. Больше строить, лучше жить. Планируется выделить дополнительные 200 миллионов рублей на программу «Молодой семье. Доступное жилье». Плюс 1 миллиард 650 миллионов на жилье эконом-класса. Это в том числе переселенческий фонд, о котором до этого в Самаре только говорили, но никто его не видел. Не осталось без внимания тема здравоохранения. В проекте бюджета предусмотрено строительство перинатального центра в Самаре, модернизация такового в Тольятти. Возведут так необходимую детскую поликлинику в Сызрани и еще ряд объектов в других городах. Не забыта тема спорта, плюс 980 миллионов рублей. Это в основном возведение так называемых троек. В одном комплексе бассейн, лед, универсальный зал. За три года таковых должно быть пять в Самаре, три в Тольятти, плюс в Сызрани, Чапаевске, Новокубышевске и еще в ряде районов. Мы намерены во второй половине года начать демонтаж ЦСКА ЛВС ледовой и начать в зиме или в осенью начать строить. Там ни одной отверхой площадки, вместимость будет до 7,5 тысяч человек. Это тоже надо до чемпионата мира, чтобы мы имели универсальный зал и хоккей, и все. И там, если шоу-группы будут приезжать или еще что-то, мы могли иметь в центре города зал, где можно было разместить там 7,5, там может даже 8,5, если занимать в том числе портельную, не из виду площадку. И еще одна немаловажная тема – это развитие села. Плюс 600 миллионов рублей. Если их не предусмотреть, то можно лишиться федеральной поддержки. А так на эти деньги можно возвести в три раза больше жилья и социально значимых объектов. То есть поднять села на новый уровень. Далее дороги. Все средства, не освоенные в этом году, а это практически 3 миллиарда рублей, перейдут на следующий. То есть возводить и ремонтировать большими темпами в регионе продолжат. В 2013 году мы сделали, освоили, сделали дорогу в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В 2,5 раза больше. Там очень серьезно нас поддерживают сейчас в Москве по федеральным дорогам. По федеральным дорогам утверждена цифра 9, по-моему, и 3 десятых миллиарда рублей. Тамарская область. Если вы помните цифру 2019 года, она была 2,2 миллиарда. Доходную часть бюджета планируется увеличить, в том числе и за счет налоговых поступлений, плюс заемные средства. Долговая нагрузка в этом случае вырастет не сильно. 46 процентов. Например, в Татарстане это практически 100. Инициативу губернатора уже поддержал председатель губернерской думы Виктор Сазонов. Такой бюджет позволит вывести регион на новый уровень, а значит улучшить условия жизни людей. Изменения будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании областного парламента во вторник, 24 декабря. Подвели итоги, обозначили планы на будущие годы. В Ульяновске прошел совет при полномочном представителе президента Российской Федерации в ПФО. В совещании принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Обсуждали актуальную, в том числе и для 63 региона, тему межнациональные отношения. Сейчас на то вопрос уделяется большое внимание. Это как пожар. Если вовремя среагировать, то можно любое возгорание потушить стаканом воды. Совещание длилось 2 часа. Правда, для журналистов были открыты только первые 15 минут. Это вступительное слово Михаила Бабича. Уполномоченный представитель президента ПФО обозначил актуальность этой темы. Не зря столько внимания ей уделяет и Владимир Путин. Напомню, что часть послания президента Федеральному собранию была посвящена межнациональным отношениям. Тема острая, но молчать о ней нельзя, говорят представители власти. Это касается и ПФО. Более 170 национальностей и прогремевшая история в Пугачеве. Для решения вопроса необходимо разрабатывать нормативные документы, наводить порядок и слышать людей. Если брать рейтинг регионов Провозского округа, по ощущению, насколько они дружно живут, насколько спокойна обстановка, наиболее отвечающих наиболее спокойной обстановке в Татарстане, 86,7% людей отвечают, что все нормально, нет никаких проблем межнациональных. В Мордовии такой же процент. И всего там 7%, которые говорят, что могут какие-то вещи пить. У нас этот процент всего 41. 41% людей считают, что все нормально. Нельзя сказать, что ситуация критична. Уже идет большая работа. Это касается и темы мигрантов. Ее сейчас активно обсуждают. Кто-то считает, что необходимо уменьшить квоту, кто-то, что без гостей никак не обойтись. Рынки, стройки, овощебазы. Чаще всего именно здесь работают гости. По нашим подсчетам, в следующем году количество мигрантов, официально приехавших работать, составит порядка 50 тысяч человек. Кроме того, ежегодно ОФМС регистрирует количество мигрантов, прибывающих в нашу область. Вот по их данным, это количество измеряется суммами, или, скажем так, численностью 263 тысячи человек по прошлому году. Многие мигранты даже не знают, что необходимо оформлять документы. Дешевая рабочая сила. Они согласны на все. Подпольная цеха по производству различных деталей или, например, алкогольной продукции. Эти съемки были сделаны в прошлом году. Картина ужасает. Московское шоссе, дом 70. В одной квартире 38 человек. 28 из них еще дети. Как можно жить в таких условиях, остается вопросом. Помещение отапливали газовыми баллонами. В любой момент мог произойти взрыв. Зарабатывали в основном попрошайничество. Чего прячетесь? Я понял. Все, выходим. А где ботинки? Да, сюда. Нашлись ли ботинки? История умалчивает. Детей тогда отвезли в спецучреждение. Оказали необходимую медицинскую помощь. На четырех взрослых составили протоколы об административном правонарушении. Они проживали в городе незаконно. Сейчас Самарская область лидирует в ПФО по количеству трудовых мигрантов. Только официально за последние три года прирост составил больше 19 тысяч человек. Найти общий язык с гостями помогают общественные организации. Это представители различных диаспор. Они ведут работу по адаптации. Способствует и областное правительство. Без миграции России сложно будет обойтись. Видимо, да. Потому что нас ожидают крупные стройки, нас ожидают чемпионаты мира. Но в то же время, наверное, с миграцией как-то будут очень жестко. К этому вопросу будет очень жестко относиться власть и диктует жизнь. Но пора наводить порядок. Это да, это однозначно. В 2013-м в регионе мигрантами совершено 9 преступлений. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Нередко гости и сами становятся пострадавшими. К нами были предприняты дополнительные меры. Поручение прокурору дано. Сторону органов внутренних дел ФСБ проведена работа. Все эти обстоятельства выяснены. Проведены соответствующие проверки. Ситуация также стабилизирована. Там никаких предпосылок для межнациональных конфликтов сейчас нет. По незнанию, из-за недопонимания. Бывают и специально спровоцированные. Политиками, партиями, различными движениями. Кстати, нередко фразу «Россия для русских» можно услышать и на футболе. Понятно, что подобные слова гостей региона обижают. Более того, в тех же крыльях играют иностранные футболисты. Пользуются авторитетом у болельщиков. По мнению губернатора Николая Меркушкина, предстоит большая работа с людьми. Необходимо выстроить диалог. Это раз. Два – это вопрос компетентности правоохранительных органов. В тех регионах, где значительно больше порядка, там и значительно выше процент населения, отвечающих, что у них нет проблем или особых проблем нет. В те регионы, где больше расшатана общая ситуация, общая управляемость, эффективная работа правоохранительной системы, других структур, которые должны этим заниматься, там и больше людей не уверены в том, что все складывается между разными, скажем, группами населения, национальными меньшинствами, правильные отношения. На совете ПФО губернаторы делились своим опытом. Главный принцип, который должен работать – это взаимоуважение населения. А значит, разъяснительная работа. Прятаться от этой проблемы нельзя. Конфликт на бытовой почве, если не обратить на него внимания и вовремя не среагировать, может перерасти в гораздо большее. Предмет на течение этого года. Главный регион, который работает по локализации проблем, по сути дела, сейчас в организированной ситуации, в каждом муниципальном образовании, в каждом регионе, в каждом муниципальном образовании, создана система реагирования, система мониторинга, система разрешения тех конфликтов, которые потенциально могут возникнуть. В Самарской области работает Дом дружбы народов, проводятся различные семинары. Иностранцы помогают изучать русский язык, узнавать местные традиции. День народного единства теперь в регионе отмечают с размахом. Все для того, чтобы снять напряжение и повысить взаимопонимание. Я думаю, они, эти настроения потихонечку будут уходить, потихонечку уходить, в целом от того, насколько будет больше порядка. И власть, местная ли, или государственная власть, тоже делает все для того, чтобы человеку комфортно жилось. На реализацию программы укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России до 2020 года из федерального бюджета будет выделено почти 7 миллиардов рублей. Сейчас от регионов ждут заявок. Тема межнациональных отношений актуальна и в преддверии чемпионата мира по футболу. ФИФА держит национальный вопрос на особом контроле. Допускать провокаций нельзя. Готовиться к предстоящему чемпионату регионы будут сообща. Сразу после совещания Николай Меркушкин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава республики Мордовия Владимир Волков подписали соглашение. Наши соседи из Ульяновска, если что, выручат во время Мондиаля. Вопрос касается гостиниц, волонтеров и транспортной сети. При большом потоке туристов мы можем сами и не справиться. Дело касается даже и авиасообщения. Предоставление площадок для самолетов. Приземлились в Курумыч, а перелетели там на время ожидания туда. Это близко, это в рамках прописанных, скажем, правил ФИФА. Это расстояние вполне устраивает. Там до 400 километров считается нормальным. Дорога Саранск-Ульяновск-Самара и автомобильные, и железные дороги. Естественно, она отвечать должна тем требованиям, которые предъявляет ФИФА. Далее волонтеры в Ульяновске с 2014 года при вузах сформируют центры по подготовке специалистов. Это взаимовыгодное соглашение. Соседи получают, грубо говоря, пиар во время чемпионата мира. Это дорогого стоит. И, конечно же, возможность для развития. Не исключено, что, например, во время топовых матчей часть гостей будут проживать в Ульяновске. Пока предсказать количество туристов сложно. Но понятно, если к нам приедут сборные, например, Франции, Германии или Англии, то фанатов будет много. И терять их нельзя. Это имидж и деньги. И как опыт Украины показал, чемпионаты Европы уровень ниже, но тем не менее. Когда в Харькове проводили дополнительную игру, четвертьфинал, по-моему, то они не смогли принять примерно 18 тысяч человек, желающих, которые могли бы туда приехать. Ни волонтеров уже нет, ни такое количество, ни стоянок нет и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что прежде всего наши. Но как все будет складываться, Ульяновск тут, может быть, как самый близкий крупный достаточный центр, может быть очень серьезным подспорьем для нас. И еще одна актуальная тема для Самары ЖКХ, а точнее работа коммунальщиков. На этой неделе еще один человек из-за падения наледи с крыши дома попал в больницу. У мужчины черепно-мозговая травма. Напомню, что это уже не первый случай за эту зиму получения травмы при таких обстоятельствах. В городе становится опасно. Например, жильцы Октябрьского района, как раз где и произошло последнее ЧП, просто боятся подходить к своему же дому. К подъезду не подойти. А самое главное, у нас вот, если вы посмотрите, двухэтажка, такие сосульки висят. Если не дай бог обрушится, а вот сегодня потепление, это все пришибет нас. Сбивают весной, прям и то, я не знаю, откуда они, и крышу проламливают, так как все старое жилье. Но сейчас нет, никто не сбивает. В общем, будьте осторожны, требуйте от коммунальщиков выполнения своих обязанностей. У нас же на этом все. Пока точки над «Эр» оставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»